Друзья и ученики, физкульт-привет! Снова в эфире рубрика «Вопрос-ответ». И сегодня один из самых часто задаваемых вопросов это бессонница, когда тяжело заснуть, и, как ни странно, при всем при этом, раннее просыпание. В итоге невысыпание, в итоге недовосстановление, нет состояния хорошего в организме вообще для того, чтобы полноценно и грамотно тренироваться. Почему так происходит? На самом деле может быть очень много причин. Но основные это две. Во-первых, это переутомляемость и перетренированность. Если вы слушаете различных псевдогуру, типа лысых с бородами, которые говорят вам о том, что нужно, извиняюсь за выражение, ебашить и ебашить, именно так переводят их наши русскоязычные блогеры, и при этом являетесь обычным человеком, не использующим ни фармакологию, ни какую-либо спортивную составляющую, именно добавки, какие-то либо специальные для ускорения восстановления медицинские препараты. Не медицинские препараты, не важно. Смысл в чем? В нашем деле самое главное не перетренировываться. Лучше немножечко не добрать, чем перебрать. И нарушение сна, как плохое засыпание, бессонница, точно так же и раннее пробуждение, является самым первым сигналом о том, что вы перетренировываетесь. Это нужно понимать и избегать этого. Основная причина всех проблем как раз таки в том, что вы, мы слушаем профессионалов, слушаем людей, сидящих на фармакологии, тренирующихся каждый день, зачастую ничем больше не занимающихся, и прикладываем это к своей жизни, применяем это на практике. Ни к чему хорошему это не приведет. Натуральный атлет должен тренироваться день через два. Это минимум. Иногда день через три. В крайних случаях вы можете день тренироваться, день отдыхать. Зависит это от того, какой тип мышечного волокна вы тренируете. Но это все уже отдельная тема. И о ней у меня очень много. Видео и статей, в которых вы можете ознакомиться с периодизацией тренинга на каждую новую тренировку, на одну и ту же мышечную группу. Я уже не раз говорил, говорю и постоянно буду говорить, что периодизация – это лучшее, что есть в тренинге, особенно для натурального атлета. И кто бы что вам не говорил, другого человек просто глуп. Периодизация позволяет прокачивать нам все типы мышечных волокон. Верите вы в это или нет. Но, даже если вы в это не верите, периодизация позволяет вам каждый раз на одну и ту же мышечную группу на новой тренировке давать нагрузку по-разному. И не важно, как мы это называем, какой вид тренинга, как бы это ни обзовите, это крайне полезно. В первую очередь для центральной нервной системы. Потому что центральная нервная система как раз-таки то, что первое переутомляется. Именно поэтому не работают люди в развитых странах очень долго на одном и том же месте, к примеру, на том же конвейере. Почему? Потому что за два года вырабатывается очень жесткий психологический стереотип, когда перегружается ваша центральная нервная система. Вы даже тупеете от такой работы. И поэтому людей меняют, происходит ротация рабочих мест, чтобы хоть что-то изменилось в ваших движениях, в вашем образе жизни. А представьте людей, которые по своей тупости или по глупости своих инструкторов тренируются линейно от тренировки к тренировке, делая все одинаково, однотипно. Тренируясь, к примеру, только на силу или только на массу. Это самый глупый тип периодизации. Хотя тоже лучше, чем вообще отсутствие периодизации. Но когда вы будете тренироваться каждый раз на каждую мышечную группу по-разному, а, я повторюсь, что существуют гликолитические, окислительные и промежуточные мышечные волокна. Помимо этого, нужно тренировать выносливость. А вы знаете, что только глупые люди, необразованные сейчас, верят в то, что бег или аэробика это развивает выносливость. Нет. Выносливость это тоже определенное состояние наших мышц. Наличие в них митохондрий. Чем больше митохондрий, тем выше ваша выносливость. Кстати, кто не знает, сердце целиком и полностью состоит из окислительных мышечных волокон, пронизанных полностью именно митохондриями. Благодаря этому оно не устает и работает, работает, работает на протяжении всей нашей жизни. Следующее. Не забывайте, что есть тренировки еще и на силу. Помимо всего этого. И все это нужно умело и грамотно чередовать. Если вы будете тренироваться подобным образом, а я об этом постоянно говорю в статьях, в видео о своей философии, в ступенях, про тренинг по периодизации, о необходимости периодизации для центральной нервной системы. Вы можете это все найти у меня на сайте hmgym.ru в открытом бесплатном доступе. Те же, кто не имеет времени или просто не хочет во всем этом разбираться, вы можете вступить в мою закрытую группу. У нас там уже почти 100 человек. Вступитель взнос всего 150 долларов, разовый взнос, и вы постоянно избавляетесь от проблемы, от необходимости изучать тот или иной вопрос. Просто на каждую неделю выкладывается новый тип тренинга, основанный как раз таки по принципу периодизации на различных типах мышечных волокон. И каждую неделю мы с вами грамотно чередуем все эти тренировки, давая как раз таки минимум 14-15 суток на восстановление различных типов мышечных волокон. А вы знаете, что если не произойдет компенсации, суперкомпенсации, то не будет никакого прогресса и роста. Особенно для вас, друзья, кто применяет, именно практикует натуральный тренинг. Я не говорю за то, что нужно отказаться от стероидов или нужно принимать стероиды. Стероиды это вообще отдельная тема, о которой необходимо говорить и доносить это в первую очередь до молодых людей, чтобы они не убивали себя, свою гормональную систему, свою спортивную карьеру ранним приемом стероидов. Нет ничего более глупее, чем начать стероиды, не придя еще даже в тренажерный зал, не отзанимавшись и не достигнув определенного развития в силе, но в первую очередь, конечно, в возрасте. Сейчас грамотные люди постоянно говорят об этом, есть институты в Америке, в Европе, давно практикуется уже в медицине гормонозавенительная терапия для взрослых мужчин. Это очень важно, потому что тестостерон это здоровье мужчины. Тестостерон, можно сказать, это и есть мужчина. Не будет хорошего, высокого уровня тестостерона, не ждите от себя каких-то, даже не знаю, вообще ничего от себя не ждите. Вы будете плохо спать, никакого секса, даже желания просто не будет. Естественно, ни о каком мышечном росте не будет, никакой мотивации, ничего у вас не будет с возрастом, если вы не будете проходить, сдавать анализы на уровень собственного тестостерона у себя в организме. И начать это нужно делать уже после 30 лет, задумываться об этом, сдавать анализы, общаться, консультироваться со специалистами. Вернемся к нашей теме. Мы поняли, что лучше слегка не дотренироваться, чем перетренироваться. И если вы плохо засыпаете, просыпаетесь, ночью, и рано просыпаетесь, это говорит о том, что у вас перетренированность. Кстати, если вы просыпаетесь хотя бы один раз в течение ночного сна, необходимо сходить к урологу и проверить простату. Поверьте мне, многих из вас это убережет от смерти от рака простаты. Мало кто знает, почему-то об этом не говорится. Простата это второе сердце, и оно крайне сейчас подвержено различным проблемам. Не важно, не думайте, что вас это пронесет, потому что даже если вы пьете плохую воду, дышите плохим воздухом, едите плохую пищу, нервничаете, все это может спровоцировать вашу простату на проблемы. И не дай бог, если это у вас есть. Если вы просыпаетесь ночью, это первый признак того, что с простатой что-то не так. даже если вы выпили кружку пива на ночь, как говорят урологи, здоровая простата для того и нужна, чтобы не дать вам проснуться, чтобы вы выспались. Нам необходим полноценный здоровый сон. Минимум, друзья, 7-8 часов, если мы говорим о здоровом человеке, о тренирующемся человеке. Конечно, многих утомляет, если они тренируются вечером, непосредственно перед сном. Кому-то легче засыпать, кому-то сложнее. Смотрите тоже по состоянию. Если вы плохо засыпаете после ночных тренировок, после вечерних тренировок, значит, расстояние, промежуток между вашими тренировками нужно сократить. При всех других, конечно, равноправных условиях, связанных с питанием, с полноценным восстановлением, не забывайте, перетренированность это крайне сложная и серьезная проблема. Если вы вошли в плата, как думает большинство, на самом деле это перетренированность. При грамотном сменении циклов, о чем я говорил уже раньше, вы будете по спирали, а не по кругу подниматься. По кругу вы просто будете ходить, как баран, а по спирали мы всегда поднимаемся. Посмотрите мою статью, мои видео о моей философии натурального тренинга, так и называется спираль, где я все это более подробно говорю. Второе, что может привести вас к тому, что вы плохо засыпаете, рано просыпаетесь, опять-таки переутомление центральной нервной системы, но уже вызванное не физическим вашим состоянием, физической работой, а умственной. Тоже монотонная, однотипная умственная работа приводит к переутомлению. Шахматисты также теряют за 4 килограмма за игру, за матч. И серьезная умственная работа также пережигает огромное количество калорий. В большинстве случаев сравнимых с тем, что вы сжигаете на кардио тренировке. Не забывайте, что если вы делаете кардио, то это только должно быть интервальное кардио. Монотонное кардио 30-40 минут, минимум 3 раза в неделю, как вы делаете, также приводит к перетренированности. И такое монотонное кардио быстрее приведет к бессоннице, к перетренированности физической, но в первую очередь конечно же ментальной, от которой устанет ваша центральная нервная система, нежели серьезный силовой тренинг. Кстати, серьезный силовой тренинг гораздо лучше и качественнее будет пережигать ваши жиры и наращивать ваши мышцы. Все по той простой причине, что кардио пережигает больше мышц, нежели строит их. А нам с вами нужно достигать по крайней мере все мы этого хотим противоположных целей. Поэтому, друзья, если вы плохо спите, если вы плохо засыпаете, если вы рано просыпаетесь и при этом проснувшись чувствуете себя уже разбитым, усталым, это говорит о том, что вы неправильно тренируетесь, неправильно распорядок дня составлен ваш и вообще нужно пересмотреть в корне свой образ жизни, свое отношение к тренингу, свое отношение к работе, свое отношение к проблемам и, повторюсь, в целом к жизни. Если вы, конечно же, хотите быть здоровым человеком и при этом еще и тренироваться. хочу всем посоветовать принимать, применять курсами такую добавку как мелатонин. Этот гормон выбрасывается в кровь перед засыпанием, говорит о том, что вам нужно уже заснуть, во время сна выделяется и, друзья, он помогает очень многим нашему организму. Кому интересно, найдите в интернете отдельные статьи или видео о мелатонине, изучите его действия на ваш организм. Я скажу только, что он крайне полезен. Единственное, бывают баночки, которые выпускаются по 3 мг, а бывают баночки, которые по 10 мг. Ни в коем случае не начинайте с 10 мг. Начинайте всегда только с 3 мг за полчаса до сна. Это улучшит качество вашего сна и качество вашего восстановления. Мелатонин доказана рабочая добавка. А спонсор сегодняшнего выпуска, несмотря на то, что мы с вами в основном все являемся натуральными спортсменами, фармакологическая компания, мои друзья из Белоруссии, которые предоставят вам качественный гормон роста либо другую фармакологию для тех, кому это нужно и необходимо. Сейчас на рынке постсоветском очень много фейков, очень много говна, извиняюсь за выражение. Я за этих ребят отвечаю. Почему я взял их спонсорами? Да просто по той простой причине, что многие из вас в личку пишут мне о том, где взять хороший качественный гормон роста. Я, к сожалению, живу не в Российской Федерации, а может и к счастью живу в Америке и не могу вам подсказать, кто что продает. Но за этих ребят я отвечаю и вы можете найти все ссылки на них в описании к данному ролику. Берегите себя, не перетренировывайтесь, относитесь к составлению своей рабочей программы, как говорил еще великий Дориан Яц. Именно от того, как вы можете грамотно питаться, как хорошо вы восстанавливаетесь, высыпаетесь. Другого пути нет. Увидимся в тренажерном зале, друзья. Всех благ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова